Ребят, где-то в комментариях я обещала сделать вам обзор на беспроводные наушники от Ergo BS700. Было это давненько, и кто-то уже повторно начал спрашивать, где же все-таки инфа. Признаюсь, оплошала. Но сейчас решила все исправить и даже сделать небольшое сравнение на две ходовые модели True Wireless Stereo Ergo. Стики BS700 и Twins 3, они же BS500. А в конце этого видео будет небольшой бонус в виде промокода на скидку на все модели из видео, так что не переключайтесь. Итак, наушники. Я решила выбрать для сравнения именно эти модели, потому что они максимально похожи внутренностями и имеют одинаковую и при этом невысокую стоимость. 63 доллара на сегодняшний день. А вот главное отличие этих True Wireless Stereo как раз-таки внешний вид или даже форм-фактор. Я бы заметила, что поклонники беспроводных гарнитур делятся не только на любителей внутриканальных или вкладышей. Их или нас можно поделить еще на две группы. Тех, кому нравятся наушники с длинным хвостиком, некоторые бренды такие как Ergo называют их стиками, и тех, кому нравятся небольшие такие капли или бац. Как раз компания Ergo дает нам на выбор BS500 и BS700 с одинаково хорошей начинкой. BS700 это модель с ножкой, которая лично для меня оказалась самой удобной из всех представленных на рынке среди беспроводных внутриканальных наушников. Посадка просто идеальная за счет того, что корпус максимально обтекаемый и в анатомическом плане эргономичен. При активных движениях не выпадает, не смещается ни на миллиметр. Внешне, правда, эта пара выглядит в ухе массивной, выпирает достаточно сильно, поэтому утонченной назвать ее язык не поворачивается. И именно поэтому, когда ты лежишь и немного поворачиваешь голову в бок, наушники часто выпадают. Но такой неудобный для носки сценарий всего лишь один, во всяком случае у меня. BS500, они же Twins 3, похожи на продолговатые бацы. В ухе сидят по ощущениям иначе, но несмотря на небольшой вес, посадка все же одинаково комфортная. Twins 3 весит 53 грамма, а стеки 47. Ну а с виду выглядит аккуратнее, их не так заметно. Кому какие удобнее будут, это уже дело вкуса и тут спорить я не вправе. Так что решайте сами, какой форм-фактор подходит больше вам. Делитесь, кстати, своим мнением в комментариях. Кейсы двух пар наушников точно также различаются по внешнему виду. У Twins 3 это позаимствованная от предыдущего поколения капсула небольшого размера с очень приятным софт-тач покрытием, которое удобно везде таскать с собой. Только в карманах джинс она некомфортно торчит. А кейс BS700 с точки зрения носки даже удобнее. Он сделан в виде плоского прямоугольника с закругленными краями и поэтому отлично помещается в кармане и вообще там не выпирает. Ну а покрытие тут уже наоборот, менее продуманное. Глянец очень сильно маркий. Как бы я ни старалась его беречь, все равно он у меня быстро приобрел непрезентабельный вид. Царапины заметны с первого взгляда. Конструкции с шарниром вопросов у меня нет в обоих случаях. С этим все окей. Хотя все же наверное BS500 из-за особенностей формы будет покрепче. Крышка закрывается и открывается на магнитах, так же как и крепятся наушники в кейсе. Еще одно отличие по внешнему виду это цветовые вариации. Если у BS700 доступны черный и белый варианты, то у BS500 только лаконичный черный. Форм-фактор эрговских Twins 3 немного дышит в спину стиком в отношении режима гарнитуры, потому что конструкция последних позволяет расположить микрофон ближе к рту. За счет этого собеседник в разговоре слышит твой голос лучше и я считаю, что такая особенность несомненный плюс. По остальным техническим и программным параметрам модели одинаковые. Системы активного шумоподавления нет, но само по себе звучание из 6-мм динамика исходит правда классно даже в сравнении с устройствами премиум-класса. Если быстро пробежаться по техническим характеристикам, то увидим здесь показатель чувствительности в 93 дБ, сопротивление в 16 Ом и стандартный диапазон частот. В обеих моделях также используется Bluetooth версии 5.0, а аудиокодирование базируется на кодеках SBC, AAC и APTX. Вообще внутри наушников стоит чипсет от Qualcomm с поддержкой того самого известного APTX, но это все теория, что я успела ощутить на себе. Могу сказать, что даже небольшую обиду из-за невозможности наушников в полной мере лично для меня раскрыть весь свой потенциал. В большом сравнении True Wireless Stereo, где мы одну пару растращили в комбайне, я уже делала подобное заявление в адрес Twins 2, что мал эргономика самого корпуса хорошая. А вот он без шуры всю полость моей ушной раковины не заполняет, за счет чего весь объем звука я могла расслышать только когда придавливала пальцем наушник. Ergo BS700 отличается такой особенностью намного меньше, и тем более, что если вот прям четенько вставить их, закрывая все просветы, звучание суперское. Без зазрений совести говорю, глубина есть, басы на уровне, звук в принципе хорошо сбалансирован, примерно как некоторые эквалайзеры в режиме рок-музыки или джаза. Высокие частоты не сильно выражены, на высокой громкости слух не режут и уж тем более не запирают. Может быть периодически бывают неточности в плане чистоты звучания, динамики не выдают музыку кристально чисто, но ощущается это редко и только если хочешь найти к чему придраться. Но все же бывают моменты, когда хочется пальцем наушник больше всунуть в ухо, чтобы лучше слышать сочные басы, на которые реально способны BS700. И я, пожалуй, склонюсь к тому, что проблема скорее в строении моих ушей, ибо ни одна из пар комплектных амбушюр ситуацию не разрулила. Anyway, какая-нибудь другая сторонняя пара ее вполне себе может разрешить. А вот в случае с BS500 какие-либо сложности с посадкой мне вообще не повстречались, но звучание было примерно таким же сочным. Хотя в этом случае высокие частоты различались даже немного лучше. Насчет соединения плохого сказать ничего не могу. У меня ни разу не было такого, что подпал хоть один наушник, ну разве что только при случайном касании по нему. Первое подключение произошло быстро, повторное всегда моментальное, как только оба наушника посажены в уши. Со случайными касаниями ситуация неоднозначная. Говоря, от Twins 3 их особо не возникает. Только попервах, пока приловчишься к управлению. А вот со стиками у меня иногда бывало и через месяц использования. Но не потому что сенсор слишком чувствительный, а потому что расположен в неочевидном месте, как по мне. Где-то в верхней третьей ножке, если можно так выразиться. Не знаю, я бы может перенесла кнопку чуть выше, но это лично мое мнение. Куда тыкать в случае с твинсами понятно в любом случае, там немного проще. А управление у них одинаковое. Среди команд доступны управление вызовами, пауза, воспроизведение или переключение музыки назад и вперед, вызов голосового ассистента и регулировка громкости. Причем последняя очень удобно реализована. Во время прослушивания один тап по левому наушнику снижает громкость где-то на 10%, а правый увеличивает ее. Датчика изъятия из уха нет, и более того, музыка не прекращает кричать даже тогда, когда ты кладешь наушники в кейс. Я уж было разочаровалась в Ergo. Но нет, достаточно было просто закрыть крышку, и тогда воспроизведение остановится. Ergo также делает пометку об интеграции технологии Master Slave Transfer. Это применимо конкретно к наушникам и означает то, что один из них выступает ведущим, а второй ведомым. Они зависимы между собой, но в некоторых сценариях могут работать отдельно. Например, левый наушник можно выключить при воспроизведении музыки, а через время включить, при этом правый воспроизведение не остановит. По умолчанию ведущий наушник среди пары BS500 или BS700 правый. Можно сделать и так, чтобы он остался в кейсе, пока левый в вашем ухе станет ведущим и будет воспроизводить музыку. Но в таком единичном использовании среди функций управления будут активны только пауза и воспроизведение. Ни переключение треков, ни вызов голосового ассистента, ни регулировка громкости недоступны с помощью касания по сенсору в этом сценарии. И эта особенность логична. Каждая из вышеописанных моделей защищена от воды по стандарту IPX5. То есть с ними можно активно заниматься спортом, гулять под дождем, умываться и даже помыть под краном. Автономность BS500 и BS700 можно назвать хорошей. Аккумулятора на 45 мАч в корпусе наушников хватает на 7 часов прослушивания музыки и разговоров, если использовать среднюю громкость. Кейс же с емкостью 400 мАч рассчитан на 24 часа. В общей сложности гарнитура может заряжаться от кейса 2-3 раза и делает это 1,5 часа. Кейс заряжается за два через microUSB кабель, которого я, кстати, в комплектации BS500 не нашла. А в 700 наушниках он был. Вроде бы мелочь, а все равно заметно. Надеюсь, что это из-за тестового сэмпла и коммерческие комплекты так отличаться не будут между собой. По-первых, мне показалось, что индикация заряда кейса очень примитивная, что у меня, конечно, огорчило. Но оказалось, что перед использованием надо было сначала почитать инструкцию. Индикация в Ergo BS500 и BS700 многоступенчатая. В любой момент можно увидеть процент заряда кейса, и это может быть 25, 50, 75 и 100%. На нуле он совсем тухнет. А индикатором служит всего-навсего одна красная лампочка, которая мигает с разной периодичностью. Например, если кейс заряжен на 25%, она мигает один раз за 2 секунды. Если на 50%, то два раза и так далее. Мне нравится такое решение, потому что в данном случае функционал заложен богатый, а его реализация не бросается в глаза и не портит лаконичность внешнего вида устройства. В целом же обе модели очень хороши, как для своей цены. Звучание басовитое, соединение стабильное, управление полноценное, неплохая автономность. Остается только выбрать форм-фактор. Ну и с этим желательно не затягивать, потому что с сегодняшнего дня, то есть с момента публикации и в течение двух недель в конфи действует промокод на скидку на все модели, о которых я рассказала. Сам промокод сейчас на экране – ERGO NY, где NY – это не Нью-Йорк, а New Year, то бишь Новый год. Как видите, все максимально символично. Так что, you're welcome, как говорится. Если видео было интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на наши YouTube и Telegram каналы, а еще жмите колокольчик. Смотрите также обзор на фитнес-браслет Huawei Band 4 и бюджетный платшет от Lenovo Tab M8. Пока!